В мире животных происходит много удивительных и невероятных случаев, и благодаря технике у нас есть шанс увидеть некоторые из них. Мы можем узнать, как умные медведи выпрашивают еду у туристов, увидеть обезьян-мастеров на все руки и даже узнать, какие животные могли бы стать профессиональными спортсменами. В этом выпуске я покажу вам эти и другие гениальные случаи с животными, снятые на камеру. Это стоит заценить. Медведь и еда. Все мы любим еду, но иногда так не хочется заниматься готовкой или идти в магазин за продуктами. Что уж там, иногда даже лень вставать с дивана, чтобы дойти до холодильника. В мире животных все то же самое, и этот умный медведь – отличное тому доказательство. Он встал на задние лапы и начал выпрашивать хлеб у проезжающих туристов. Те не могли устоять от такой милоты и поделились лакомством с косолапым. Вообще, этот мишка уже стал местной знаменитостью в США, там он живет. Это мой дом. Он частенько выпрашивает еду у туристов, а те, зная о косолапой суперзвезде, всегда делятся едой с медведем. Косолапый в ответ почти всегда машет туристам лапой. Выглядит очень мило. Медведям в Южной Корее приходится чуть сложнее. Конкретно этим созданием из парка Эверленд редко кидают лакомства. Просто так – косолапым нужно сначала заслужить еду. Этот умный медведь понял, как получать халявную еду из раза в раз. Когда рядом проезжает автобус с туристами, мишка встает на задние лапы и красуется в полной мере. Иногда он может даже пройтись рядом с проезжающим автобусом. Работает любая тактика. Туристы не могут устоять и всякий раз угощают старательного медведя. А этот медведь больше по машинам, чем по еде. Кажется, что в машинах он разбирается очень неплохо. Посмотрите, как он подходит к Мерседесу и уверенно открывает дверь. Успешное действие умного медведя очень впечатлило публику. Люди начали кричать во весь голос и восхищаться косолапым. Тот даже опешил и отошел от машины. Ну а потом он и вовсе сбежал. Видимо, косолапый автомобилист сильно засмущался повышенного внимания. Кормежка. Перейдем к не менее умным созданиям. Обезьянам. Это одни из самых сообразительных животных в мире. Обезьяны способны на многое. Например, они могут кормить других животных. Именно это происходит на этих кадрах. Мы видим, как шимпанзе старательно кормит черепаху яблоком. Обезьяна откусывает кусочек от яблока и протягивает его рептилии. Эти действия она повторяет несколько раз. Интересно, что на ролике видно, что неподалеку находится еще одна обезьяна. Однако яблоком героиня видео делится именно с черепахой, а не со своим собратом. И почему же интересно? Пока одна обезьяна подкармливает черепаху, другая вовсю осваивает столярное дело. Взгляните, как примат умело управляется с пилой. Кадры сняли представители канала BBC. Для съемок нового выпуска самке орангутанга дали пилу, и она тут же начала работать с ее помощью. Животное делало это уверенно, правильно расположив лапы и даже сдувая опилки, как настоящий мастер. В дальнейшем члены съемочной группы усложнили задачу. Рядом с обезьяной посадили робота орангутанга, который также пилил бревно. С помощью пульта дистанционного управления команда управляла действиями шпиона. На его лице отражались различные эмоции. Самка орангутанга, заметив конкурента, продолжила пилить ветку, постоянно поглядывая на соседа и сравнивая результат. Соревнование закончилось лишь когда живой орангутанг устал. Обезьяна, зевая, приняла горизонтальное положение. Кажется, той обезьяне очень нравился свой вольер. Иначе зачем она принялась бы что-то пилить и улучшать в своем жилище, верно? Да! Да! А вот этому примату вольер совершенно не нравится. Настолько, что он пытается совершить дерзкий побег. Кадры, снятые в 2019 году в зоопарке китайского города Чжэньчжоу, демонстрируют обезьяну капуцина, которая взяла камень и заостренной стороной попыталась разбить стекло. Удивительно, но стекло пошло трещинами уже через пару ударов. Казалось бы, свобода уже так близко, но почему-то обезьяна решила не заканчивать начатое и убежала прочь. Либо она испугалась, либо лишь хотела проверить стекло на прочность, либо заготовила почву для настоящего побега. Как считаете, что из этого правда? Полотенце Обезьяны не перестают удивлять своей гениальностью. Следующие кадры – очередное подтверждение невероятного интеллекта приматов, ведь на них мы видим, как орангутанг борется с жарой. Все именно так. Он вытирается полотенцем. Причем его действие очень логичное, ведь перед тем, как вытереться, он окунает полотенце в воду, а затем выжимает его. Выглядит это очень впечатляюще. А вот его сородич, видимо, пока не освоил эту технику. От жары он спасается простейшим методом, постепенно утоляя жажду. Не только обезьяны-медведей можно назвать умными животными, которые демонстрируют гениальные моменты. Ну я понимаю, скорость, конечно. Ну а если попробовать танцевать? Шипы-то у тебя хорошие. Есть вариант танцевать? А что он танцует? Держи, держи, держи. А, звереть можно. В мире животных есть и другие сообразительные особи. Смотрите дальше, чтобы увидеть собак-спортсменов, котов-воришек, которые вас удивят, и даже ворону, выступающую за защиту природы. Волейбол. Карантин, заставший всех врасплох два года назад, изменил многое. Многое изменилось, но многое так и осталось прежним. Людям пришлось сидеть дома, а собакам учиться играть в волейбол. Ну, по крайней мере, в одной собаке. Норвежский волейболист-пляжник Матиас Бернцен в течение нескольких недель обучил собаку своему виду спорта. Причина была проста. Партнер Матиаса сидел на карантине, поэтому парню срочно пришлось искать нового партнера. Собака справилась с новой ролью на ура. Как видно, с мячом она управляется на вполне профессиональном уровне. А вот этот пес явно заигрался с мячиком. Настолько, что тот угодил почти в середину бассейна. Плавать этот пес либо не умеет, либо не любит, поэтому придумал гениальное решение проблемы. Он потянул к себе плавучую доску, встал на нее, аккуратно догреб до мяча, взял его и сошел на бортик. Конечно, совсем сухим из воды он не вышел, но это же куда лучше, чем полностью промокнуть, пытаясь выловить мяч, верно? Это да. Мойка Оказывается, на автомойку не только приезжают машины, но и приходят животные. По крайней мере, собака по кличке Линда занимается именно этим. Линда регулярно прибегает на автомойку, чтобы привести свою шерсть в порядок. Ну, либо Линда делает это ради удовольствия. Большие щетки ей явно нравятся. В любом случае, к брызгам воды она уже давно привыкла. Саму Линду на автомойке знают и не прогоняют. Да и за что ее прогонять? Ведь, по словам хозяев автомойки, собака соблюдает правила безопасности и под колеса автомобилей не лезет. Против мусора К сожалению, проблема мусора является одной из ключевых в современном мире. Многие люди мусорят, не задумываясь о последствиях, и в итоге города постепенно загрязняются. К счастью, их понемногу очищают экологи, волонтеры и вороны. Несколько лет назад один индиец заснял на улице родного города удивительный пример человеческого поведения от животного. Ворона нашла пластиковую бутылку, подхватила ее и бросила в урну. Удивительно, что ворона даже выбрала для этого правильный бак, который предназначался специально для пластиковых отходов. Вот если бы все люди вели себя так же, то о проблеме мусора можно было бы навсегда забыть. Жажда В интернете регулярно появляются видео, демонстрирующие, насколько умны кошки. Очередной представитель семейства кошачьих наглядно показал, как он справляется с отсутствием поилки. Ему не нужна ни миска, ни хозяин, который наливал бы ему воду, ведь этот кот без труда пьет прохладную воду из офисного кулера. Хвостатый четко знает устройство кулера и умело этим пользуется. Никакая жажда такому сообразительному котяре не страшна. Пока одни коты спасаются от жары, другие пытаются не сгинуть с голода. А что делать, если охотиться не на кого, а люди не дают еду просто так? Выбора нет, приходится воровать. Эти два вора работают по давно известной схеме. Один стоит на шухере, а второй ворует. Как только лакомство получено, преступники покидают магазин. Отлично сработано. Уборка Пылесос – очень классное изобретение, которое перевернуло жизни огромного количества людей. Правда, пылесосы нравятся далеко не всем. Например, эта домашняя свинья явно не в восторге от странного гудящего гаджета, поэтому ходит за ним и выдергивает шнуры из розетки. Непонятно, то ли свинье не нравится шум, то ли то, что пылесос чистит ее среду обитания. В любом случае, животное оказалось достаточно смышленым, чтобы попытаться самостоятельно решить проблему. Карусель Козлы и козы намного умнее, чем вы могли подумать, и эти кадры это доказывают. Мы видим, как козленок прыгает на бобину, после чего его мама-коза начинает ее раскручивать. Пара секунд, и бобина уже стала настоящей каруселью, на которой можно классно провести время. Не зря говорят, что каждая мать знает, как развеселить свое чадо. Мамы-козы тоже это прекрасно знают. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какой момент из этой подборки впечатлил вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.